всем привет я разумов игорь и в этом видео я не буду вам рассказывать про блендер про фотографию про обработку фотографий а хочу немножко порассуждать про искусственный интеллект искусственный интеллект развивается его работы становятся все более и более креативными они поражают воображение нравятся испытывают мнение что в скором времени искусственный интеллект разовьется до такой степени что просто отнимет работу у огромного количества людей это у художников дизайнеров модельеров всех тех кто связан с изображением когда я говорю про креативность искусственный интеллекта я имею ввиду что с помощью искусственного интеллекта можно создать уже довольно профессиональное красивое изображение даже не довольно а именно высоко профессиональное креативное изображение поэтому саму креативность я как бы передаю также и искусственному интеллекту конечно за этим стоят также люди у которых огромный вкус которые могут и понимают как направить искусственный интеллект в русло, чтобы получить нужный результат, но тем не менее мы имеем засилие искусственного интеллекта и в скором времени, как бы он у нас полностью не отнял работу. Меня эта тема также интересует, она меня касается. Я являюсь фотографом, являюсь ретушером, я увлекаюсь блендером и по сути дела являюсь 3D-артистом. И меня также касается вопрос усиления влияния искусственного интеллекта на эти сферы деятельности, на все то, что связано с изображением, на все то, что связано с созданием различных изображений, коллажей, иллюстраций, картин, 3D-рендеров, концепт-артов и всего-всего подобного, что относится к данной сфере, то есть к сфере создания различных изображений. Уже сейчас различные забастовки происходят на ArtStation. Несколько дней они вывешали вместо своих работ надпись нет искусственному интеллекту, художники, 3D-артисты писали в своих постах, что они не хотят видеть на ArtStation работы, которые создал искусственный интеллект. Ну или по крайней мере они хотят, чтобы вынесли все эти работы в отдельную рубрику и чтобы это было четко ясно, что эти произведения, эти изображения создал не человек, а создал искусственный интеллект. То есть они хотят отделить настоящих творцов от искусственного интеллекта, который использует различные чужие изображения, то есть по сути дела он создает коллаж из чужих изображений для того, чтобы создавать свои. В этом видео я постараюсь высказать свои предположения по этому вопросу. Они неоднозначны. С одной стороны, я приветствую искусственный интеллект, а с другой стороны, он вводит меня в смущение. В смущении не только своей мощностью, но и тем, что он использует чужие изображения для создания своих и как это сообразуется с авторскими правами, которые так долго все защищали. Уже сейчас многие говорят, что искусственный интеллект сломает существующую систему создания изображений и оставит без работы огромное количество людей. То есть грядет техническая революция. Но на самом деле происходило множество таких технических революций, о которых мы знаем, просто их не застали, а некоторые мы застали. Например, одна из таких сильных технических революций произошла на смене веков, когда американский изобретатель Джордж Исман создал свою фирму Кодек. Здесь я сделаю небольшую оговорку. Я имею в виду технические революции, связанные с изображением. То есть их было множество, связанных с производством автомобилей, паровозов, пароходов, электроники. Но здесь я имею в виду техническую революцию, которая повлияла на получение изображений. Кодек ничего не значит слово. Англичане любят давать названием своим фирмам ничего не значащими словами. Кстати, вы знаете, что, например, Битлз и Пинк Флойд тоже ничего не обозначают. И хотя Битлз похож на слово жуки, на самом деле это не жуки, и Пинк Флойд это розовое нечто. Таким образом, создав свою фирму Кодекс с непонятным названием, Джордж Исман произвел фурор фотографии. Он придумал сленг, вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное. И с помощью этой фразы отобрал работу огромного количества фотографов, которые раньше составляли элиту этого производства. То есть они разбирались в химии, они таскали за собой тяжелые ящики фотоаппаратов и были монополистами в этой сфере фотографии. То есть только они, обладая знаниями в химических процессах, обладая знаниями в оптике и обладая аппаратами, которые весили много-много килограмм, доминировали в профессии фотографа. И вот вдруг Джордж Исман придумывает маленькую, достаточно маленькую камеру, которую может взять любая женщина, любой подросток, любой пожилой мужчина, нажать на кнопки и получить фотографии. Причем ему не нужно было знать ни химии, ничего. Ему было достаточно отнести созданный самим Джордж Исманом фотоаппарат в проявочную студию и он получал уже готовые фотографии. Я не знаю, дорого стоила ли тогда камера. Она изначально стоила около 25 долларов, но за эти деньги клиент получал искусственный интеллект. Он получал камеру с упакованной в нее пленкой, делал фотографии на свое усмотрение, отдавал потом эту камеру в проявочную лабораторию и получал готовые фотографии. То есть все за него делал какой-то великий искусственный интеллект. Проявлял пленку, заправлял. Клиенту нужно было только выбрать сюжет, нажать на кнопку и получить шедевр. Чем не преддверие искусственного интеллекта? Это маленькая революция в фотографии. Она дала толчок тому, что фотографией начало заниматься огромное количество людей и перечеркнули полностью элитность прежних фотографов. Это можно сравнить с первым искусственным интеллектом, который пришел в руки каждому встречному-поперечному. И теперь он мог создавать различные красивые, креативные, интеллектуальные и неинтеллектуальные изображения. То есть огромное количество людей приобщилось к созданию изображения, к созданию фотографий. Может показаться, что я некорректно сравниваю появление какого-то фотоаппарата и искусственного интеллекта. На самом деле это все одно и то же. То есть искусственный интеллект это просто новая технология, которая позволяет расширить возможности работы в данной сфере. Как тогда расширились возможности работы в данной сфере многим людям, так и сейчас искусственный интеллект существенно расширяет рамки работы в этой области. Я некоторое время занимался тем, что создавал сайты и вот сейчас, думая об искусственном интеллекте, я думаю насколько бы он упростил мне работу по созданию дизайнов сайтов. То есть можно было не выбирать какие-то изображения, не создавать коллажи, а просто с помощью искусственного интеллекта создавать дизайн сайтов. Вот пожалуйста одно из направлений, в котором можно использовать искусственный интеллект. Он не отберет работу и будет только помогать дизайнеру в его работе. То есть он будет ускорять работу и при этом никаким образом не отнимет хлеб. Есть куча изображений, которые создается не как произведение искусства, а как утилитарное изображение, которое используется как заставки в ВК, заставки на ютубе, в инстаграме. Поэтому здесь искусственный интеллект будет приносить огромную пользу. Несмотря на то, что искусственный интеллект создает различные красивые изображения, создавать модели, 3d модели он пока не может и до этого ему еще далеко. Поэтому если вы например хотите создавать красивые модели автомобилей, то сейчас самое время записаться на новый курс. Если вы уверенный пользователь блендера, но у вас еще в портфолио нет автомобилей, обучающий курс по 3d моделированию в блендере автомобиля Ferrari поможет вам. Данный курс содержит полный цикл создания автомобиля. Более 30 часов материала, который рассказывает опытный преподаватель Семен Саликов. Полный видеоряд по настройке интерфейса, созданию всех частей и деталей автомобиля, а также рендера сцены. Создав по курсу модель Ferrari, вы сможете в дальнейшем создавать любую модель автомобиля. Вот примеры работы учеников курса. В курсе есть доступ к чату, в котором находится постоянно более 200 человек и в котором вы можете задать любой вопрос, на который вам тут же дадут ответ. Вы также можете общаться напрямую с преподавателем, если столкнулись с какой-то трудностью и не можете понять что-то по курсу. В курсе есть общие закрытые стримы, на которых рассматриваются нюансы моделирования современных автомобилей. Переходите на курс по ссылке под видео в описании. Скажу честно, сначала я смотрел различные изображения, которые похожи на фотографии и должны имитировать фотографии. И вроде меня это заинтересовало, но посмотрев несколько серий так называемых фотографий, созданных искусственным интеллектом, я потерял к ним интерес и скажу почему. То есть они совсем не похожи на фотографии, вообще-то не несут в себе никакой информатики, не несут в себе энергетики. И если, например, даже взять замечательные работы, скажем, фотографа Имена Кулиева, которого я очень люблю как фотографа, то созданные на основе искусственного интеллекта арты, которые имитируют фотографии, конечно, ни в какое сравнение с самими его фотографиями не идут. То есть даже его фантазии, которые он хотел создать арты в виде Нью-Йорка прошлого века, то есть они ни в какое сравнение идут с настоящими фотографиями, которые показывают, например, улицы Нью-Йорка 50-х годов на фотографиях Вивиан Майер. Посмотрите фотографии Вивиан Майер вживую, как это все выглядит. Великолепные фотографии, то есть найдите этого фотографа и сравните с тем, что вместо этого предлагает искусственный интеллект. Это чисто мое мнение и возможно оно не такое уж и верное. Конечно, если мы создаем какие-либо иллюстрации, например, у того же Кулиева есть прекрасные иллюстрации на тему, как бы выглядели фотографии сюжетов Босха, но это уже получается другая песня, то есть они выглядят нереально, то есть они выглядят как коллажи, выглядят как какие-то арт-иллюстрации. И, зная мастерство имена Кулиева, трудно соотнести количество искусственного интеллекта в этих изображениях с тем, что туда внес сам имен Кулиев, обрабатывая эти изображения в фотошопе, что-то там добавляя из других изображений. Поэтому здесь не только искусственный чистый интеллект, здесь симбиоз работы гениального художника и искусственного интеллекта. Еще одна техническая революция произошла, когда появился фотошоп, когда появилось цифровое искусство, когда появились цифровые картины. Это тоже похоже очень на нынешнюю ситуацию, когда появились новые технологии. Ну, пусть это был не искусственный интеллект, но все равно появились новые технологии, которые заменили краски, заменили холсты и появилось множество цифровых художников, которые стали заменять настоящих художников. И вот тут тоже были споры, что это не искусство, что это как бы совсем не художники. Тем не менее, сейчас цифровые художники ценятся, цифровые художники в фаворе. И я думаю, что то же самое будет с искусственным интеллектом. Тот, кто его оседлает, кто будет ехать в Верховном искусственном интеллекте, тот будет, что называется, на коне. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет искусственного интеллекта, согласны ли вы с моим мнением, может быть, у вас кардинально противоположные мнения. Мне очень интересно, что люди думают об искусственном интеллекте, и я бы с удовольствием почитал в комментариях мнения моих зрителей. Подписывайтесь на мой канал. Если вы на моем канале, значит, вам он нравится, и вы очень здорово поможете продвижению канала, если будете на него подписываться и ставить лайки под моими видео. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих видео.